Ну и ладно, буду его держать так. Очень я рада, что вы пришли вовремя. Спасибо вам за это отдельное. Для того, чтобы приступить к нашему долгожданному мероприятию, необходимо совершить одно магическое действие. Вы, пожалуйста, отрешитесь от всего мирского и отключите звук своих мобильных телефонов. Пожалуйста. Что можно сказать? Вопреки своему обычному состоянию перед концертами, я сегодня практически не волнуюсь, потому что у нас получился такой состав сегодняшнего концерта, что я уверена на 100% сегодня на сцене появятся такие талантливые люди, что они точно вам сделают хорошо. Вам спасибо за то, что поддержали эту замечательную затею. Сегодня мой конферанс будет довольно лаконичным, чтобы все успели побольше попеть. У нас всегда традиционно знакомство в программе с новыми именами, но начнем мы сегодня с одного из двух традиционных участников нашего мини-фестиваля. Эта гостья приехала к нам из города Торжок, Тверской области, участвовала во всех-всех-всех фестивалях. Напомню, что сегодня я открываю фестиваль в пятый раз. Это уже тянет на традицию, поэтому Лиза Росенкова, которая сейчас поднимется на эту сцену, поддерживает эту самую традицию «Ура!» Лиза Росенкова. Ксюша почти не волнуется, а я вот наоборот. Потому что столько слышала о Гиперионе, и вот я стою здесь, поэтому это очень приятно на самом деле. Ну а кроме того, здорово, что другие города все-таки состоялись в пятый раз. И начну я тогда с песни, которая звучала на первых других городах четыре года назад. Мы ее тогда пели дуэтом с Димой Лыжиным, теперь я ее спою одна. Это песня на стихи китайского поэта «Суши» в переводе Игоря Голубева и музыку, на которой написал Константин Кенчевский. «Лодка». Песня на стихи китайского поэта «Суши» Песня на стихи китайского поэта «Суши» Пели дождь и ручей всю ночь за унывную песню свою, А наутро ветер подул и, наверное, спугнул луну. Как печален, печален мир, словно осень моя тоска, Мне бы чисто воды и спить из прозрачного родника. Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот, Одинокая лодка моя рассекает волны плывет. Песня на стихи китайского поэта «Суши» Я вокруг стены обошел этот путь в тридесятка лиц, И увидим везде-везде краски яркие подсвели. Только заросли тростника разлились, как море кругом. Я плыву на лодке, а она белым кажется лепестком. Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот, Одинокая лодка моя рассекает волны плывет. В тростнике пустом рыбакам еле-еле шляпает дна, Незаметно из-под нее бедных-бедных волос капна. Я хочу поближе подплыть, поздороваться с ней. Да как только чаяк, зря распугал седовласый и счастье рыбак. Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот, Одинокая лодка моя рассекает волны плывет. Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот. Ветер, жизнь, в природу вдохнул, и во все, что в природе есть. И во все, что дано любить, а всего нам, увы, не счесть. Я ушел, а ветер с ладьей продолжали сплыв вдалеке. Отражение облаков растворилось в бурной реке. Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот. Одинокая лодка моя рассекает волны плывет. Я в пути, и нет у меня никаких тревог и забот. Одинокая лодка моя рассекает волны плывет. Когда достаточно часто приезжаешь на одно и то же мероприятие, хочется, конечно, петь что-то новое. Поэтому дальше будут песни, которые выучились за последний год. И следующая песня Юрия Висбора. Ах, дорога, дорога, знакомая щене-птица, Мне давно полюбилась крутая твоя полоса. Зной пусты, шум тайги, золотые степные зорницы. У истоков твоих основали свои панюсы. По лицу твоему проползают ночные туманы. Караваны машин топчат шинами тела твоё. Над твоей головой зажигаются звёзд караваны. И в ногах твоих солнц, как путник твой вечный, встаёт. Ах, дорога, дорога, куда же летишь ты, куда ты? Я лечу по горам, удивляюсь, куда ж занесло. Я беру и швыряю бубновые масти заката. На твоём петровой видавшие виды стекло. Как весёлые зайцы выпрыгивают повороты, Развиваются ветры, как плащ за моею спиной. Дорогая дорога живущего мира ворота, Отворись предо мной, отворись предо мной. Ну и оказавшись в Москве осенью, Я не могу не спеть следующую песню. Её написал Андрей Панченко на стихе Ольги Берггольц. Осенью в Москве на бульварах Вывешивают дощечки с надписями Осторожно, листопад. Осень, осень, над Москвою Журавли, туман и дым, Златосумрачной листвою Загораются сады. И дощечки на бульварах Всем прохожим говорят Одиночка или пара Осторожно, листопад. Он как сердцу одиноко В переулочке чужого Вечер бродит мимо окон И гуляет под дождем. Для кого же здесь одна я? Кто мне дорог, кто мне рад? Почему припоминаю Осторожно, листопад. Ничего не нужно было Значит, нечего терять Даже близким, даже милым, Даже другом не назвать. Почему же мне тоскливо, Что прощаюсь навек Не веселый, не счастливый Одинокий человек Что усмешки, что непрежность Перетерпишь, переждешь Нет всего страшнее нежность На прощание, как дождь Темный ливень, теплый ливень Весь сверканье и дрожь Будь веселым, будь счастливым На прощание, как дождь Темный ливень, теплый ливень Весь сверканье и дрожь Будь веселым, будь счастливым На прощание, как дождь Я одна пойду к вокзалу Провожатым откажу Я не все тебе сказала Но теперь уж не скажу Переулок полон ночи А дощечки говорят Проходящий Одиночка Осторожно Листопад Поскольку я думала, что петь, сидя в общаге Спонсор следующей песни Общежитие Тверского государственного университета Да, потому что она сразу приходит на ум Когда я, например, сижу там на кухне Песня Алексея Ивашенко Она называется Натюрморт Цветной настенный календарь С портретами молодой артистки И кучка пепла на полу И полночь позади И впереди Вся ночь И две зажаренных сосиски И Рока И не один Будильник Старый без стекла И новый Золоченый стрелкой И первый снег И первый снег на волосах Следы седой зимы И впереди Рассвет И две невымытых тарелки Ах, кто бы Кто бы их помыл И двадцать восемь новых строк Как стая голубей из клетки И тысячи ночей иных Как смерч над головой И впереди Вся жизнь И две исписанных салфетки И все И больше ничего Ну и закончить хочется Чем-нибудь более радостным Чем сосиски и тараканы Поэтому Сосиски — это радость А не вымытые тарелки, Паш Поэтому Песня Из старого фильма Который назывался «Первый троллейбус» Стихи Леонида Дербенева Музыка Андрея Ишпая Улицы ждут Пустые Таят мгла Вновь на свидание С городом ранен Ты пришла Сны по кварталам Бродят Но идет рассвет Легкими шагами За тобою свет Это твоей походкой В тихий час Утро приходит Сердце тревожа Каждый раз Это лишь ты умеешь Первый луч Зари И сердцам И окна По утра Дарить Всем, кто рассвет И любит Ты нужна Ты не проснешься И не на стыне Растает тишина И этим утром В город Не придет Рассвет Легкими шагами За тобою свет Улицы ждут Деревья и цветы Чтобы проснулась И улыбнулась Утро ты Утро приходит В город Входит В каждый дом С первой Улыбкой На лице Твоем Утро 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 Спасибо Белариса Василькова Спасибо ей за лирическую ноту А наш следующий гость Когда-то жил в Омске А теперь живет в Москве Это довольно такое Большое диво Дивное Для Нашего с вами Жанра Поскольку Максим Попов Который сейчас появляется Плавно на этой сцене Он работает Профессиональным музыкантом Может быть У нас сейчас будет Возможность узнать Что профессиональным музыкантам Интересно В жанре Авторской песни Максим Попов Максим Попов Максим Попов Снегурочка Где же ты Вот так вот Захочешь Все делать Вовремя И сразу появляется Максим Появился Давайте пока Поблагодарим Аплодисменты Мегипериона Мне кажется Что это прекрасно Что он нас Сегодня Приютил Я тут Максим Рассказывала Что ты Возможно Нам сейчас Дашь Понять Что профессиональным Музыкантам В жанре Авторской песни Интересно Ничего Так Сложилось Что это не связано С моей профессиональной деятельностью Мои музыканты Друзья Всегда говорят Что ты Занимаешься Этим Упадническим Жанром Но была Такая история Знаете Я как-то Бардов Пригласил На Хоровой Конкурс Всероссийский Где удалось Завоевать Вторую премию И на Гала-концерт Большой зал Консерватории Я пригласил Бардов Вот И Не сидели Скептически Так слушали Эти все Хоровые Опусы Вот И потом Выловили меня В центре Авторской песни В ЦАПе И сказали Ну Знаете Такой жанр Такой вот Не востребован Такой вот Упаднический Я понял Что я всю жизнь Занимаюсь С двух сторон Не тем Вот Поэтому А чуть ревер Будет на голосе Да Класс Детская рука Веточкой сухой Чертит на песке слова Тают облака Где-то за рекой И кружится голова Мчит по течению Листья косенник Словно обрывок сна И упоение Прикосновение И тень на двоих Одна И вот в какой-то миг Я понял Что привык Мы были Говорить о нас Хоть я врел покой Но всегда со мной Искорки Любимых Глаз И где-то мчит По течению Листья косенник Словно обрывок сна И упоение Прикосновение И тень на двоих Одна И тень на двоих И тень на двоих И тень на двоих Одна 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 Вам В подарок И дальше Будет интересное Перепетий Потому что сегодня Пришел не просто так Потому что Ксения Позвала Мне сегодня хотелось еще увидеть И услышать Удивительного человека Который Был некоторое время В городе Омске Так как у нас с городами Все связано И я там тоже был И определенную часть Авторской Бардовской жизни Мы с ним зацепили вместе Он был такой Старший наставник А я Подмастерия Вот Сегодня мы с ним Склеснулись в объятиях И А может быть Прям Прям Сразу Я Покажу Вещь Она обычно была Без имен И фамилий Но сегодня Будет и то и другое Когда-то Дима Вагин Написал Уезжая из Омска Песню посвящения Денису Цветкову Денису Цветкову Вы сегодня увидите Собственно Кому это посвящено И вот эта Мужская Дружба Которая такая Очень ценная Она воплотилась В песню И я ее хочу Вам тоже Помнить Сядь со мной Посидим Нам с тобой Не досидим Как мы долго Не видались Знает Только Бог Один А хорошо быть Молодым Да пальцами Стирать лады Пить полночный чай На кухне Папирос Глотая дым И всего Себя излить Рассказать Что может Сценить И пустить Слезу Скупую А после Плюнуть Да забыть Завари Покрепче Чай Да ты писать Не обещай А напишешь Я отвечу Но не отвечу Не серчай Что-то егнул В груди Но как и сколько Не крути Твой состав Уж на перроне Но счастливенько Иди Стой На дорожку Посидим Нам с тобой Не досидим Как мы долго Не прощались Знает Только Бог Один Как мы долго Не прощались Знает Только Бог Один Субтитры Я верю Ты сможешь Я вот вообще Вообще Убрал Попробуй Да, надо что-то злое петь, раз басы сегодня заводятся В омский период как раз была написана такая песня Она называется «Пиковая дама» Злая такая везда Корточный столик цвета азарта В воле и неволе буду здесь завтра Все проиграю пиковой даме Счастье, свободу, любовь, все отдам ей Че-то ленечит, удача строптива Проигрыш мне шепчет, дорогу к трактиру В зоне бокала топить твои чары А после забыться в объятиях гитары Путает горды и чистая сила Ворон накаркал судьба Изменила падаю Пропасть все ближе и ближе Да, я люблю тебя и ненавижу Да, ну и так же про осень Чтобы так лирично это все лилось Как у Павла Аксенова в его музыке Лучше гитара стала, да, мне кажется? Нет, я вам все равно Чуть легче слушается, да? Отлично Кругами на воде слезы Печаль дождливая пройдет позже Напоминанием о тебе Грозы о осень Как же мы похожи Пламенных строк Шелтый конверт Догорал, и ты мог Оставлял силуэт А дальше белой пеленой пропасть Глаза закрыти в суете Скрыться и снова С чистого листа повесть начать Чтоб не повторить Пламенных строк Желтый конверт Позабыть я не смог В многоточие лет Кругами на воде Счастье Мне каждый миг Твоей любви Дорог сентябрь Ты стал моей души Частью И в сердце осени Осколок Пламенных строк Желтый конверт Как ночной мотыльон Улетевший на свет И такая идея возникает Прощание с летом И так случилось Что последний концерт Который На моей памяти Оставил Неизгладимое впечатление Был здесь В Гиперионе Это касалось Сергея Труханова Который ушел от нас Уже Кажется, что давно Но не так давно В память об этом Уникальном музыканте Композиторе Хотелось бы И продолжение темы Уходящего лета Уходящих Музыкантов И бабочка Которая здесь Моталек Тоже витала Как его душа Исполнить Его произведение Которое я не слышу Что кто-то исполняет А очень жаль Потому что Вещь уникальная Стихи Тарковского Музыка Труханова Бабочка В госпитальном саду Из тени в свет Прилетая Она сама И тени свет Где родилась Она такая Почти не шумная Примет Она летает Приседая Она должна быть Из Китая Здесь на нее Похожих нет Она из тел Забытых нет Она клянется Навсегда Не держит Слово Никогда Из целой Азбуки Читай Две глазные Буквы Буквы А имя бабочки Рисунок Нельзя произнести Его И для чего И быть в покое Она как Зеркальце Простое Буквы 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 Не надо Не ищи Китая И стени в свет Перелетая Душа Зачем тебе Китай У госпожа Моя Цветная Пожалуйста Не улетай Ну и в завершении своего упаднического так сказать выступления хотелось бы исполнить не менее упадническую по настроению вещь которая в свое время пригодилась когда хотелось бросать авторскую песню и заниматься делом но эта песня меня вернула в ваш круг и мы вместе сегодня Гаврил Лубнин в гору бежит вода ляжет по камням вымоит она копыта коня будут ночь скакать и встречать рассвет мне их не догнать замывается лет что во мне живет сколько мне годков кто за мной придет я на все готов у себя в глуши яблоню полью цвет моей души я тебя люблю звери у реки морды сполоснут дети старики лягут и уснут только я не сплю невозможно спать я тебя люблю где тебя искать ты меня направь похлопочи за мою удачу отсырел фитиль у моей свечи реже смеюсь и чаще плачу хаууауа ауаула ауааа Я сегодня слаб, голоден и стар И сдуваю пыль со своих гитар жалься надо мной Сделай что-нибудь о хорошем пое, о плохом забудь Спасибо! Спасибо, Максим Баков, спасибо вам большое за упадническую ноту География нашего фестиваля немного расширилась благодаря нашему новому боевому товарищу Он уже на сцене, это Егор Барахов, он из города Ульяновск В качестве рекламной паузы хочу сказать, что если вам вдруг не хватило Сегодняшних маленьких, небольших выступлений То завтра начнется квартирник, на котором, я так надеюсь, все наши гости еще попоют Потому что они же тоже, понятное дело, не напились И не напоются сегодня, я так думаю Спасибо Географию я начал, географию других городов начал расширять еще в прошлом году Я на фестивале Второй раз в Гиберионе впервые И, надо сказать, это здорово, все И фестиваль, и место, и вы Спасибо, спасибо Песня Сергея Швеца на стихотворение Эмили Диккенсон в переводе Валентины Марковой Ликование свободы Это к морю путь души Мимо мимо мельниц, мимо пастбищ, сквозь ряды крутых вершин Мы росли в кольце долины Мы росли в кольце долины Разве моряки поймут У военье первой мили Первых вечности минут У военье первой мили Первых вечности минут Мы росли в кольце долины Разве моряки поймут У военье первой мили Первых вечности минут У военье первой мили Первых вечности минут И продолжая начатую предыдущими двумя исполнителями и авторами Традицию петь лирические песни Не упаднические Про осень Валерий Буков Виталий Харисов Бывает на излёте сентября Ты, выйдя в лес По кожам ранним утром Увидишь, как листвы костры горят И отдают поляны перламутром И отдаётся в сердце каждый звук И каждый миг так нестерпимо дорог И что-то тихо падает из рук И что-то, не спросясь, ползёт за ворот Прозрачный воздух душу холодит И жжёт слеза от солнечного света И кажется, что всё уж позади Ведь это, брат, закончилось не лето А просто истихает жизнь твоя Сгорают дни Осталось их так мало В извечной нематери состоят Молчит кукушка Всё порассказала Придёт весна, как эхо с дальних гор Застывшие глаза откроют люди И грянет в человечье птичий хор Но одного в нём голоса не будет Поскольку на излёте сентября Ты, выйдя в лес по кожим ранним утром Увидел, как листвы костры горят И отдают поляны перламутра В завершении Приурочив к 80-летию со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого И его песня «Аисты» Небо этого дня ясное Но теперь в нём броня Лязгает А по нашей земле Гул стоит И деревья в смоле Грустные Дым и пепел Дым и пепел встают Как кресты Гнёзд по крышам не бьют А и стыд Голос в цвет янтаря Успеем ли? Нет, выходит мы зря Сеяли Что ж там цветом в янтарь Светится Это в поле пожар Печется Побрели все ответ В стороны Перчик птиц Больше нет Вороны И деревьев в пыли К осени Те, что петь не могли Бросили И любовь И любовь не для нас Верно Ведь Что нужнее Сейчас Ненависть Дым и пепел Встают Как кресты Гнёзд по крышам не бьют А и стыд Лес шумит Как всегда Кронами А земля И вода С тонами Но нельзя Без чудес А укает Довленный лес Звуками Все ушли Как от бед На восток Пепчих птиц Больше нет Нет А и стыд Воздух Звуки хранит Разные Но теперь В нём гремит Ляскает Даже сок От копыт Топота Если кто Закричит Шепота Попрели все От бед На восток И над крышами Нет А и стыд А и стыд А и стыд Спасибо Егору Барахову Завершает Сегодняшнее Первое отделение Замечательный Автор и исполнитель Дмитрий Коломенский Из Санкт-Петербурга Мне кажется Этого человека Мы звали на Другие города Все четыре раза Сколько было Других городов И вот Наконец-то Всё сложилось И я с удовольствием Его приглашаю На сцену Дмитрий Коломенский А еще Можно вам сказать Что после этого Нас с вами ждет антракт Минут на десять Давайте попробуем Его не задержать Я буду очень стараться Чтобы мы Всё с вами наступили Да, ну вот мешали мне Все эти четыре раза Попасть сюда Именно что Другие города Мурманский фестиваль Он не то чтобы мешал Меня очень радовал Я ездил туда А в этом году Его нет Я приехал сюда За что За вот эту За постоянное Приглашение Надежду Ксения Большое спасибо Вот Я понял Что я еще должен сделать Извините Вот уже по этому жесту Вы примерно поняли Какой я Исполнитель И музыкант Вот И надо сказать Что именно Моя скромная Персона Когда Ксения Привычно Говорит Что она собирает Здесь Молодых Исполнителей Я вижу Как она смотрит На меня И йокает Как бы так Внутри Мне Это все Из-за меня Так получилось Извините Я спою Я в странном положении Я постараюсь Показать все На что способен Единственное Что не станцую То есть Я почитаю себя Спою своих песен Спою чужих песен Чужие песни Вот я решил Что поскольку Я из другого города Так или иначе Они все будут Об этом В другом городе Стихи Александра Кушнера Музыка Григория Гладкова Закрою глаза и увижу Тот город В котором живу Какую-то дальнюю крышу И солнце И вид на него В каком-то печальном Прозрении Увижу свой день Роковой Предсмертные боли Хребенья И блеск облаков Под него Уже как нужно Бессмертие Не ради любви Услать Ради того Чтобы ветер Дул в спину И гнал Ноготь Любое стерпеть Унижение Не больно Любую хулу За легкое Это движение За махом Полы За полу За вечно Наставленный Ворот За синюю Невскую Прыть За этот Единственный Город Где можно В горе Прожить За Этот Единственный Город Где можно В горе Прожить Под вечер ни хруста, ни вскрика, ни шумного всплеска Одна гуляет, как рыба черника в лесу возле самого дна И воздух на миг стекленеет, и всякое дерево в нем Набором углов и линеек врезает себя в окоем Залейтесь фактурой, заройтесь в натуру, сверкнет на века Лишь фотографический оттиск в сквозной диафрагме зрачка Все высохнет, выцветит, канет И в зимнем, земном полусне, не лето, но летняя память зерном прорастает во мне Длинное стихотворение, но зато новое, поэтому хочется прочитать Познакомьтесь, это Вера Петровна, она людоед И не то, чтобы Вера Петровна варила людей на обед, нет И не то, чтобы Вера Петровна кралась в ночи тайком Поигрывая клинком, потюкивая клюкой, подцикивая клыком Вот опять-таки, нет Вера Петровна растет, как цветок Если дует западный ветер, клонится на восток Если дует восточный, на запад И что важнее всего, в эти моменты Вера Петровна не ест никого Но когда начальник, неважно, велик ли он, мал Рассуждая публично о мире и счастье Подает особый сигнал, некий знак То Вера Петровна считывает его на раз И тогда у нее распрямляются плечи Загорается красным глаз Отрастает религиозное чувство Классовая ненависть, девичья честь И она начинает искать, кого бы съесть Обнаружив враждебный взгляд Ядовитый язык, неприятный нос Простодушная Вера Петровна пишет донос Изощренная Вера Петровна пишет пособие Или статью под названием Наиболее полный перечень рекомендаций По выявлению и пресечению деятельности политически вредных элементов Мешающих России подняться с колен и жить в раю Самое-самое, Вера Петровна знает Что за так человеченки не поднесут И устраивается работать в полицию, в прокуратуру, в суд Там и мясо свеже, и поставки бесперебойней И устроено все по уму И вообще в коллективе питаться полезнее, чем одному Чему? Существует масса примеров в любой стране и во все века А уж соус, под которым человеченка наиболее сладка Выбирается в соответствии с эпохой Когда устанавливаются нормативы и параметры заготовок людского места Но потом времена меняются Начальство сигналит отбой Тут же Вера Петровна никнет плечами Красный глаз меняет на голубой или карий Чувство, ненависть, честь умеряют пыл Человек становится с виду таким же, как был И мы едем с Верой Петровной в автобусе Обсуждаем дела Что редиска в этом году не пошла, а картошка пошла Что декабрь обещает бесснежной И тут я вижу, что она как-то странно смотрит Будто пытается сквозь пальто разглядеть Какую часть меня на жаркое, а какую в щи Да и с мясом сейчас непросто, говорит Ищи, свищи, днем с огнем не найдешь пристойного Открываю рот, что сказать не знаю Куда бежать невдомек А мотор урчит, сердце стучит Автобус ползет вперед И в глазу Веры Петровны Кровавый горит огонек Червотучина сердца и слуха По ночам превращается в звук И звонит напряженно и глухо Из бюро запоздалых услуг Не имеет ни проку, ни толку Но терзается зле и ловчей Память свечка и память иголка Память камень и память ручей И пока ты случайно не помер Не откинул из тертых копыт Кто-то вновь набирает твой номер В беззащитное ухо долупит Просыпайся, ни дела, ни работы Ни великой судьбы Ничего, слушай, голос дорожит от чего-то Постарайся услышать его Постарайся Он тише, чем ветер И не внятней, чем шелест листа Но пока для него на рассвете Еще есть времена и места Постарайся И может за это Ангел с губ твоих снимет печать Чтоб ты мог в ожидание ответа Под небесную трубку кричать Ночью кромешной Где-то в четыре часа К нашей стоянке незримо Вышло Не слышно Извините, надо все-таки смотреть в текст Я вот их Написал в эти стишки, а запомнить не могу Приходится с бумажками быть Ночью кромешной Где-то в четыре часа К нашей стоянке Не слышно Другое дело Не слышно Вышла лиса Вспыхнули фосфором Два внимательных глаза Море свободно Дышало себе внизу Не было сна Не в едином лисьем глазу Страха тем более Не было в них ни разу Не суетясь И лишнего не говоря Я осторожно нашарил трубу фонаря Кнопку нащупал Прицелился в черную бездну Но за секунду до вспышки Разбивший мрак Кто-то сказал Убери свой фонарь, дурак Ты не успеешь заметить Как я исчезну Вспышка В ночном мешке Разошелся шов Из ниоткуда Раздался Ничей смешок Ветка качнулась Птица Зашлась в смятение Тьма ощетинила Угольные усы Не было в ней Ничего Никакой лисы Ни внимательных глаз Ни следа Ни тени Ныне, когда раздражая Зудя дразня Кто-то с незримых высот Глядит на меня Скидываюсь Вперяюсь во мрак Но слышу голос Извечный и ровный Как снег Как дождь Угомонись Не заметишь Как пропадешь Я вспоминаю лесу Смиряю дрожь И оставляю в покое Того, кто слышал То есть Спеть песенку Так менее года назад Написано За год я не успел Понятное дело Ее разучить Где-то так Не повернуть Не повернуть Обратно Не увильнуть От жара Не убежать От зноя Не выскочить На шару В зиму И остальное Выйдешь потом Шатаясь Словно солдат Из боя Маленький Как китаец Грустный Как мы с тобою Выпадешь Хлебной крошкой Точкой в конце Куплета Теплой печной Картошкой Выкатишься Из лета Не оглянувшись Даже Суетно Все И мнимо Двинешься Было дальше Но Ощутишь Как мимо Время Спешит Нервозно Словно Листво Срывает Словно Русенний Воздух Гаснет И Оствует Гаснет Мы шли на лодке По лесной реке Жара плыла от нас Невдалеке Молчали птицы Выселись осины По берегу трусил Веселый пес И в белой пасте Кончик лета Нес Внизу зеленый Сверху Светло-синий Весло Ныряло В воды Деловой И не было На свете Ничего Помимо Пса Реки Осин И света Лишь мерный Плеск Лишь стук Собачьих лап Лишь озорной Расслабленный Осклап Оскал небес До трепетания Лета И мы Не рассуждали Ни о чем А раз за разом Двигая плечом Перемещали мир Простой и сущий Кончался август Продолжался день И вверх ногами Пес Летел в воде И вниз ногами Пес Бежал по суше Я пытаюсь Спеть Такую старую Старую песенку Несомненно Ленинграде Петербурге Хотя он там Вроде как И не назван Стихи Константина Кузьминского Музыка Евгения Клячкина Очень сильный В городе Туман Облепляет голову Туман Одинок И холоден Туман В сером В городе Туман Обними Ее Крепч Туман Загляни Ей В глаза Туман Упади Ей На плечи Туман Обними Как Меня Обнимал Не забыть Ее Плечь Туман Не забыть Ее Плач Обман Замерзает В тумане Дома То Обманет Туман Туман Тишина И И Белес Мгла Ни Тебе Ни Ни Туман 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 Но давайте постепенно рассаживаться, пожалуйста, на места, дожевывать все, что не дожевали, допивать все, что не допили, и прислушиваться дальше к нашим новым именам. Можно даже потихонечку жуя, мне кажется, что никто не обидится. Мы продолжаем наш концерт. Продолжаем наш концерт. Мы продолжаем наш концерт. Как это так сейчас будет? Тавтологично. Открытием этого фестивального сезона открываем второе отделение. Этот фестивальный сезон подарил нам знакомство с замечательным Денисом Цветковым, который находится от меня по правилу. Он на одной силе любви Денис Цветков прилетел к намаженной из Караганды. Любовь это к песням, конечно же, вы сейчас это все услышите. Я вам намекаю, что этот гость очень редкий в наших краях, а поэтому не забудьте получить дополнительную информацию у Александра Захарова и Людмилы Шмалькова по поводу квартирника Дениса Цветкова, который состоится 4 ноября в 17.00. Да, вы, пожалуйста, помашите ручкой хозяева квартирника. Вот. А теперь я передаю сцену Денису Цветкову, и сейчас все будет здорово. Ну, вдруг они не уходи. Совсем не уходи, в смысле? Чуть-чуть постой, да. Я ехал так далеко не только потому, что мне хотелось попасть в Москву, на самом деле. Я ехал к своим друзьям, которые появились у меня в этом городе, и которые есть и живут, и переехали в этот город, чтобы заниматься своим любимым паническим делом. Но и вдвойне было приятно ехать, потому что ведь на самом деле 5 лет фестивалю, а фестиваль получается юбилейный, да, вот это первый юбилей. Такой маленький-маленький, а только вот, да. Ну, а как? Если день рождения, значит, нужно ехать с подарками. Вот. И я, как человек из восточной страны, вот, я приехал с подарками. Ну, подарки, они такие, поочень. Так как в Казахстане тоже есть барды, да, и поэтому я хочу... Нет, они не панические, просто они своеобразные. У них гитара чуть поменьше, и струн чуть-чуть тоже, как бы, не столько много. Поэтому я хочу подарить этому фестивалю вот такого казахского барда. Это у нас первый, вообще, первый фестиваль, чувак. Я долго бегал, ну, в смысле, в своем плотном графике, ну, как бы, работая в театре, это, если люди кто-нибудь сталкиваются с таким искусством, понятно, что времени абсолютно нет, но я решил сделать еще один такой подарок, чтобы оставить какую-то память о себе, потому что казахский бард на меня абсолютно не похож, он волосатый, борода у него длиннее. Я решил подарить вот такую, вот тут чай, как бы, дарят, продают, как бы, наливают, отпускают. Я решил подарить вот такую чайную кружку со своей мордочкой и с логотипом фестиваля. Да, сейчас ты меня оставишься. Ну, это вот в дополнение к тому, что чай, чтобы, ну, как бы, сладко было, там, вот, все остальное, как бы, оттуда же. В общем, с праздником. У поэта соперника нету. Ни на улице, и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, о себе. Руки тонкие к небу возносят, жизнь и силы по капле губя умирает. Прощение просит, это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено, сделано дело вам решать. Для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше. Все для вас посвящается вам. Мысль превращается в слова, когда слепнешь от испуга и кругом-кругом голова, когда нет преданного друга, когда не подадут руки. Когда пиджак безмерно тесен, когда не крикнуть, помоги. Когда тошнит от старых песен, когда проклятье звонче струн. И мышь, король, роятся слухи, когда ты далеко не юн, и пальцем птычут вслед старухи. Мысль превращается в слова, когда безумием объятый. Ты видишь, как растет трава из глаз единственного брата, когда ночей твоих кошмар. Сливается в неровность строчек, когда край тюремных нар. Ты добьешь остатки почек, когда кружит водоворот. Когда не объяснить событий, когда копаешь словно крот. На рост, очертевшим быть, мысль превращается в слова, когда вдруг голос станет ломким, когда когда летят в отвал, когда всю жизнь головоломки, когда на камне без соломки. Когда в семье сплошной развал, когда идешь по самой кромке, мысль превращается в слова. Стихотворение, я так понимаю, вы знаете, это Буата Куджава, а песня это Владимир Шемшученко. Когда-то карагандинский автор, нынче он живет в городе-герое Санкт-Петербурге. Прочитаю еще одно стихотворение. У меня так случилось, да, был друг, которого уже два года как-то не стало. Это был такой автор. Он тоже жил в городе-герое Караганди. Его звали Николай Николаевич Старченков. Я ему отсылал какие-то свои стихи, все, что у меня там рождалось. И он меня там потрошил и говорил, что хорошо, что плохо. И вот одно из последних стихотворений, которые я с ним обсуждал, и я посвятил ему. Промозглой осенью зайду я в Божий храм. Перекрещусь и стану в отдалении, И буду слушать, как возносит к небесам хор ангелов свое благодарение. Среди свечей, распятий и икон От дел мирских я здесь найду спасение, Где нет законов, лишь его закон, Где может снизойти благословление. Хор ангелов на клиросе поет. Есть что-то неземное в этом пенье, Что даже нищий около ворот Опустится на дряхлые колени, Плывет над храмом умиротворение. Молебник окончился, Выходит прихожане, А я стою один В уединении с собой и Богом И свечи дрожания. Аркадий Старченков Может, это просто мне Все почудилось случайно, Но глядит луна печально, Будто плавится в огне, Будто вьется вдоль небес. Давней ночи черный локон Или свет далеких окон Вспомнил в потребелье бес. Разве это может быть, Чтобы все мне показалось, Если боль души касалась, Как же все тогда забыть? Может, это ерунда, Может, просто развлечение Или времени теченье Ниоткуда, ни куда. Все промчится, утечет, Эти игры в чет и нечет, Почему ж года не лечат, Если песни не в зачет, Не в зачет прожитых лет, Не в зачет былых желаний, Не в зачет воспоминаний, Словно то, чего ее нет. Что же это то ли сон, То ли чье-то немолчание, То ли осень и венчание, То ли листьев перезвон, То ли свет сменяет мглу, То ли старень неприкрытый, То ли бровь позабытый Чертит ветка по стеклу. Я постараюсь вам представить произведения именно авторов, живущих или живших когда-то в Казахстане. Я так понимаю, что, может быть, вы знаете их, может быть, нет, но мне приятно Петь песни именно этих авторов, Потому что, ну, Для меня это, как бы, Какая-то такая веха, эпоха, История моего становления В авторской песне. Леонид Мараков. Двери цирка заколочены, В цирк уехал Шапито, Представление окончено, Грустный клон без пальто. Он все лето веселился, Делал стойки и кульпины. Он от смеха притомился, Пусть немного Погрустит. Не нашел Своей он славы, Пусть подумает о том, Как добраться в Тимиртау, Где его Родимый дом. Рядом друг Зовется Тяпа, Удивительнейший пес, Дождь почвило И шляпу Из гостиницы Принес. Двери цирка заколочены, В цирк уехал Шапито, Представление окончено, Пьяный клон без пальто. Он все лето веселился, Делал стойки и кульпины. Он от смеха притомился, Пусть немного Погрусти. Не могу не спеть следующую песню, Так как осень, Так как Я в Москве И в этом городе Жил еще один замечательный поэт, Которого звали Виктор Луферов. Приходите, 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 Жигуль-бою, Как осенний листопад. Говорите поперек, Говорите в разнобой, Говорите не в попад. Ради Бога приходите, Рубки дымные пурите, Отряхните пыль дорог. В доме злых собак не держат, У квартиры цифры те же, И в исправности звонок. В нетерпении ожидания Я окно раскрыл напрасно, И уж вышло так само. Листопад влепил под сердце Дичаный лист кленовый, Одиночество клеймом. И листу, как занавеску, Вдруг сорвал, обнажая Небо хмурого проем. И я понял, что не стоит Никого видеть на свете В одиночестве моем. Приходите, 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 жигульбой, Как осенний листопад. Говорите поперек, Говорите в разнобой, Говорите не в попад. Ради Бога приходите, Трубки дымные курите, А приходите, пыль дорог. В доме золых собак не держат, У квартиры цифры те же, И в исправности звонок. Нетерпение ожидания Я окно раскрыл. Когда-то я стану старым, Покоя лишусь и сна. В изюм превратится кожа, Выживу из ума. Седым буду или лысым, И не смогу жевать, Меня странноватым челом Все будут называть. И вот, Настанет то время, Когда призовет меня Бог. По выщербленным ступеням Меня принесут в морг. Врач с молодым студентом Будут меня изучать, Вынут мои внутренности, Смотреть будут и молчать. Затем Врач возьмет мою печень, Скажет, Много пил. Взглянув на мои легкие, Скажет, много курил. Найдет в моих почках камни И много еще чего, Гастрит, опущение желудка И кучу всего прочего. Когда же возьмет мое сердце, Студенту скажет, Смотри, Это сердце любило И остановилось в любви. В нем ссадины, Боль и шрамы, Что жизнь наносила с лихвой, Но нет ни вражды, Ни злобы, А только любовь И покой. Оно приносило радость И радовалось само. Да, Так любить в наше время Не каждому сердцу Дано. Прошу прощения. Поехали. Новый год Новый год Надоедливое постоянство Может, кто-то и ждет Нечто большего, Нежели пьянство Увеликие Хоть мечты велики, Но загадывать Много ли пробу Двадцать лет Как шагнули к чужому бороду Твои каблуки Кто вы Случайный Прохожий Нужен Не ускоряйте шаги Вы мне За что пойти Душу Я вам зашью Сапоги Мир сапожника Короб В котором Единственной Спичкой Прогорит Его жизнь Те, что вы называете Личные Были любящие Понимающие Но любимых Увы Не досталось Жаль, наткнувшись На грубую кожу мою Ты понять меня Не попыталась Кто вы Случайный Прохожий Нужен Не ускоряйте шаги Вы мне За что пойти Душу Я вам зашью Сапоги Не ускоряйте шаги Не ускоряйте шаги Игорь Ешетов Марина Киршинович В свободу моря Улиц не зови И эта площадь велика Как Если бы было Сто морей И Спрелись объятья В ледяной знак Трезубец Символ Голубых Вот Болезни Белой Золотых Рыб Чьи бьет Хвосты Спины Об лед Молчанье Лет И тишины Глыб Не дай мне Вымерить уже С тем Что я хранил Чем буду жить Впредь Моя тоска Из четырех стен И о пяти углах Моя смерть Не сомневайся Слушай Есть зло И хвань И знать не мочь Но хуже быть им Не сомневайся Есть любовь Слов И хватит Сказку Сладить С двоим А не еще Не усомнюсь Грех Не сомневайся Есть такой Стон Что душу Требует Все Вверх Вверх И лед Трещит И только Звон 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 Ну и напоследок Сергей Никитин Олег Чухонцев Зачный гудок Зачный гудок Ветер Вверх Вверх Завет Вверх Ввиду А Высом recognize Чтоб рожить над головой неугомонный алтёж, Что мне шуми, что мне звени. И стали рада пред зориями за земляков Не разглядеть, как же за жизнь разберёшь. Но и в чете благодарю жизнь за надежду угрюмую, За неуспех и за пример зла не держать за спиной. Пойзто ли жду или гляжу с нас, и я уже думаю, Что и меня кто-нибудь ждёт, где ты, я не чужой. Что и меня кто-нибудь ждёт, где ты, я не чужой. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Денис. У меня сказали, что меня там не видно. Я буду лучше с вами говорить и глазами тоже. Продолжает линию нашего сегодняшнего вечера Павел Копылов, который уже выходит на сцену, пока я говорю. Этот человек вроде бы как живёт в Москве, Но для очистки совести, надо сказать, Что встречаемся мы где угодно, только не в столице. Поэтому я совершенно не думаю, что Паша живёт со мной в одном городе. Поэтому это ещё один, второй участник, Традиционный, в других городах. Мы сегодня выяснили, что Паша не участвовал в других городах только один раз. У меня была уважительная причина. Когда я первый раз вышел на сцену фестиваля «Другие города», У меня волосы были не здесь, а тут. И тогда я сказал, что я обычно много говорю, А тут я много говорить не буду, сказал я тогда. Да, и говорил много. Вот, сегодня я вообще не буду много говорить. Да, я просто пою хорошие песни. Возможно, они даже в какую-то историю соединятся. Может быть. Песня не забуду. Повисло солнце над кроватью, Паршот вольфрамовый свет, Кассетник сдох, Оглохло радио на старости лет. В квартирном склепе бродят тени слепо немоглухих. У них как будто наши мысли, Наши лица, У них забытысь прежние замашки. Забылились шузы, В линявом ксивнике, Бумажка на рентген и УЗИ. Все меньше краски на обоях этих выцветших фраз. Над головой кукушка с боем допивает на раз. А как порхали здесь когда-то, Как слетали с перил, Какие твисты танцевали под великий винил. Как упоительно лопали, Заглушая плюса. Back in US, back in US, back in US, Соса. Нарасставались, навстречались, Наглялись навсегда. В кого здесь на смерть не влюблялись, За одно только да. В какие свары не встревали Мускулистым плечом, О чем здесь только не мечтали, Вот бы вспомнить о чем. Но жизнь течет себе из крана, Заливая паркет. Все ниже занавес, Все ближе счет. За газ и за свет Все осмотрительнее тени Слепо немоглухих у них, Как прежде наши мысли, Наши лица, У них моя история достала От вещей и причин, Как много в мире старых женщин И усталых мужчин. Между домов историй Стен потолка паркета Господи, в этом доме Нет твоего портрета Шляпок гвоздинах ржавелишь, Каждый на совесть в окнах, Если не возражаешь, Я помолюсь на окна. Господи, в этом дыме Ищешь любовь все реже, Если не нужен ты мне, Я-то тебе зачем же Мудростью не отмечу, Грязь от одежды мнется, И ни одна из женщин Больше не обернется, Как на этапе ссыльный, Ряженый в ложь чутила, Даже пока на сына Сил еще не хватит. Так и живешь, гадаешь, Толстый, уклюш, простужен, Если не покидаешь, Значит, зачем-то нужен. В блоках кобель облезлый В собственном разгильдяйстве, Может, и я полезным буду В твоем хозяйстве, Кончатый эту муху Или замени другою, Если не дашь мне руку, Так хоть помани рукою, Хоть из-под пива тары, Хоть для кота под сил ты, Даже в ботинках старых, Даже гвоздем в ботинке, Просто одной из скрепок, Листья судьбы держащей. Я еще ох, как гребок, Только прошу, не жаль же, Телишь ты или множишь, Муча костяшки счета, Если, конечно, можешь, Боже, не будь расчетлив, Если в твоей корзине Что-то еще осталось, Господи, дай мне силы, Господи, дай мне силы, Господи, дай мне силы, Господи, дай мне силы, Господи, дай мне слабость. Как зверь, что ищет соль земли Не ведая, чего же хочет Мы проходили и прошли И вот над нами смерть хохочет Среди потоптанных долин стоим Обуты и одеты И знать хотим, чего хотим Когда уже желаний нету Мы, недра, выскребли земли Мы сотворили мир свой вещей И вот надкушенные вещи Вкруг нас валяются в пыли Мы пребываем в тесноте Влача вещей ненужных бремя И проживаем в нищете Поскольку время Время Вот мира жизни Вот одна минута жизни, как монета Вся жизнь Вот страшная цена за то, что не нашли ответа Я знать хочу, чего хочу И обнажаю понемногу свой дом И волочу к порогу обноски, что давно волочу И здесь останутся часы Свидетель крайнего позора Я нищ Я нищ Я нищ И скоро Они затеются, как псы Трястись И взлаивать надрывно Напоминая в пять утра, что жизнь уходит Непрерывно И что Пора 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 Не плачь, дядя Не ты один, сиротка Не ты, не ты последний Кому пришлось уйти Да брось ты эти розы Отдай вон той красотке Раз той, кого ты любишь С тобой не по пути Она была прекрасней, чем все розы мая Ты ей готов был сердце свое и впрямь отдать Одни любовь, забава А ты, я понимаю, ведь ты ее полжизни будешь вспоминать Ведь многие, я знаю, раз-два И разбежались любовью, называя свой маленький роман Такой, чтобы не очень Другие догадались Не очень опустили, чтоб сердце и карман А ты, ты все отдал бы Пусть только обернется Ну, что с тобою делать Советчик я плохой Мучение такое Не каждому дается Оно тебе, приятель За то, что ты живой Едва ли тут все дело В твоей дурацкой шляпе Но все ж купи другую И снова ей звони И шутка ли не шутка Быть может, не прошляпишь На этот раз наступят Любви прекрасные дни Не плачь, дядя Спрячь свои слезы Я тоже завтра шляпу себе Новую куплю И пусть мне прямо в сердце Шипы вонзают розы Я все равно поеду к той Которую люблю Ну, здравствуй Солнцем залитый перрон Я прибыл в счастье Своего столицу Пусть катится Обратно мой вагон Туда, куда уж мне Не возвратиться Я налегке Спешал из той страны Где не хватало мне И воздуха, и солнца Где песни так Тоскливы и темны Как взгляд на мир Сквозь пыльное оконце А здесь шел дождь И дышится легко И на асфальте черном Нежно лужи тают И в поволоке таль Но видно далеко И в облаках Влюбленные витают Горсть редких слов В шкатулке Весь мой скарб В моей руке Один цветок Легко ранимый И как твердит молитву Беглый раб Вот так твое твержу Любовь я имя Я все сменял На твой свободный плен О возвращении Не может быть и речи И ты виновницей Чудесных перемен В крылатом платье Мне летишь навстречу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лиза, у тебя каподастры есть? Я где-то есть Дай, пожалуйста, каподастры Дай, пожалуйста, каподастры Тогда это Если еще одну То, значит, первая была песня Александра Сербина Вторая была песня Павла Пахардинова На стихи Борис Кинжиева, что ли, я не помню Третьи были стихи Геннадия Жукова И последние две песни Это были песни Виктора Луфера Ну и последний, тогда уж крайний От меня По доброй моей традиции Последних пары лет Песня Алексея Иваченко Мой нежный друг Поскорее убери Из пепельниц сугробы И зажигалкой Не режь ночную мглу На мелкие куски На всей земле Нет почти что ничего Такого, что могло бы Быть адекватной причиной Твоей печали И тоски Пускай порой Улыбается судьба Улыбкой барракуды И достается Твой праздничный пирог Презренному врагу Поверь, мой друг На земле нет ничего фатального Покуда есть у тебя Самый лучший в мире Я, который все могу Ведь Когда беда Словно черная вода Огромною волною На горизонте Покажется шипя Как черная змея Ты можешь твердо Рассчитывать на то Что спиною Как стеною Тебя Укроет От яростных Тревог Твой Лучший в мире Я Ведь Я умею Бороться и искать Найти И не сдаваться Я смел, как лев И пускай все силы зла Зарубят на носу Что я сильнее, чем они И я тебя не заставлю Волноваться Ведь если что Я из воздуха Заткусь И я тебя Спасу А если вдруг Мы расстанемся с тобой Навеки, веки, веки И прекратится Безумный этот сон Что снится нам Двоим Не грянет гром Не разверзнется земля Не повернутся реки А просто Я не сумею больше быть Волшебником Твоим Не потому Что гордыней Обуян Боясь казаться Жалким Не захочу Арсенал своих чудес Растрачивать Вообще А потому Что я просто Это вечный раб Волшебной зажигалки И на большом расстоянии От нее Без помощи Вообще Вот почему Мне не быть Твоим огнем Когда начнет Смеркаться И потихоньку Исчезнет дивный дар Которым я владел Я не сумею Не будучи твоим Из воздуха Заткаться Ты извини У любых волшебных сил Умеется предел И в час Когда с четырех сторон Беда Нахлынет Водопадом И заблудившись Утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня Не будет рядом И я никак Не смогу тебя спасти Но все-таки Спасу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня Не будет рядом И я никак Не смогу тебя спасти Но все-таки Спасу Я не могу тебя спасти Я не могу тебя спасти Ты знай, мой друг Я не могу тебя спасти Да, вот это, собственно То самое место Когда надо Леве похлопать Пока он идет на сцену Другие города Фестиваль Другие города Как-то задумывался Во-первых Как не сценическое действие На самом деле Поэтому я все еще Не устаю вам напоминать Что завтра мы встретимся На квартирнике Который начнется В 19 часов Список на него, пожалуй Уже сформирован и закрыт Поэтому Всем, кто Хочет завтра Те приходите Всем, кто хочет И не записан Извините Приходите 4-го числа В 17.00 По другому адресу Я никак не скажу Что завтра За концертную часть Отвечает Дмитрий Коломенский После чего начнутся Общие песнопения А 4-го ноября За концертную часть Отвечает Денис Цветков Ответственные Так сказать Вот На сцене между тем Появляется еще Егор Барахов И под сценой У нас есть Лев Кузнецов Это значит Что мы вновь Отвечаем сегодня За домашний блок На других городах Такой всегда был Как это называется Хозяйский За Москву Отвечаем У меня только Очень странная стойка Сейчас я с ней что-нибудь Сделаю И мы споем А теперь есть И он есть И я есть И он есть Скажи Помнишь дождь на улице Титова Что прошел немного погодя После слез и сказанного слова Ты не помнишь этого дождя Помнишь под озябшими кустами Мы с тобою простояли час И трамваи сонными глазами Не хотят оглядывали нас Озирались сонные трамваи И вода по мордам их текла Что еще, любимая, не знаю Но, наверное, музыка была Скрипки или невидимые пели Или что иное, если взять Двух влюбленных на пустой аллее Музыка не может не играть Постою немного на пороге А потом отчалю навсегда Без музыки Но по той дороге По которой мы пришли сюда И поскольку сердце не забыло Поблагодарить за все, что было Потому что не за что простить Помнишь дождь на улице Тинькова Что прошел немного, погодя После слез и сказанного слова Ты не помнишь этого дождя Это была песня на стихотворение Бориса Рыжева И музыку Сергея Никитина Хотя вы, конечно же, это и без меня знаете Мы, наверное, сейчас попоем Некоторое количество городских Дождевых, осенних В общем, все как положено Но, пожалуй, для начала Да? Ты считаешь? Хорошо Это стихотворение Елены Касьян На музыку Павла Ксенова Сейчас прозвучит Этот город похож на большой вокзал Поезда, как птицы, кричат в ночи Но, когда я вижу твои глаза Все молчит Все молчит И уже многоточья легли в пробел Неизвестно, откуда Зайдут слова Но, когда я думаю о тебе Ты жива Ты жива Ты жива Ты жива Ничего не останется навсегда Никому не достанется этот рай Но, когда сорвется моя звезда Загадай 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 А составы заходят на новый круг И стучат на стыках ничья Загадай 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 Но когда сорвется моя звезда, загадай, 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 загадай. Субтитры сделал DimaTorzok Что мы дальше будем петь? У тебя в прошлый раз хорошо получилось. Нет? Юрий Устинов. Юрий Устин. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Когда б тебе хоть раз еще присниться довелось Не прячься за стволами, не гляди на муравьев Коснись хотя бы краешком туги моих волос Чтоб вечер сном наполнился до самых-то краев Мне не надо большего представить не смогу Как ты спокойно спишь, когда стучатся в дверь ветра Рожок играет песенку на дальнем берегу Я отыскал туда пути, приснись и мне пора Песня с Андрой Рестави, которая называется «Вдохновение» Я думаю, что всем в этом зале на самом деле Так или иначе близок этот процесс Ты приходишь ко мне, когда все спят Я устал на тебе, я очень рад Я всегда тебя жду, я не знаю, когда Ты появишься опять Что мне делать, кроме как ждать? Ты так прочно сидишь в моей судьбе Я стараюсь не думать о тебе Ты приходишь без стука и сразу мне в руки Гитару даешь И чего-то от меня ждешь Я все на свете забываю Меня уносит прочь поток На кою такты отбиваю Соседям спящим в потолок Ты сегодня появишься опять И опять я всю ночь не буду спать Буду как сумасшедшие слова тасовать И мелодию ловить И тебя благодарить Я все на свете забываю Меня уносит прочь поток На кою такты отбиваю Соседям спящим в потолок Парабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Уносит прочь поток Ногою такты отбиваю Соседям спящих в потолок А в следующей песне даже в первой строчке есть слово «город», так что она не могла не прозвучать в сегодняшней программе Это стихотворение Педро Мигеля Блигадо в переводе Татьяны Глушковой на музыку Игоря Набоких Город в сумерках бродит свинья Дождь приходит, агония дня Мокрый город не видит лица своего За туманом глаза он прячет Дождь не говорит ничего и плачет Дождь не говорит ничего и плачет Люди бегут от хрустальной воды послушно Закрываются окна, как от беды И, быть может, один человек поглядит равнодушно Дождь, похоже, устал от себя самого Словно розовый куст, что без роза дичала моя очи Он не говорит ничего и плачет Он не говорит ничего и плачет Может, глядя на горе людей он слезинки льет Или вспомнил тончайшую из вечерних затей Полотно нам в утех уткет Или видя, что людям не до него Он скорбит об уделе, который ему предназначен Дождь не говорит ничего Над мокрым днем звук мелодии чистый Пролетает с дождем серебристый Зачарованный звоном его Город в ночь заплывает незрячий Дождь не говорит ничего и плачет Не говорит ничего и плачет Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Аплодисменты Тихо, тихо, тихо в дом заходит память Почему молчишь? И слова тихо тикают часы Не молчи Бьет усталый ветер по оконной раме Радио поет Снова, снова, снова стыдно до смешного За окном плывет куда-то небо, облака ломая Ах, как больно, больно, больно вспоминаю Радио поет Тихо, 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 тихо Выскользну за двери И заплотну разом, брошу ключ Бег вам от этой боли За уплывшим небом, за живой водою Бег вам от этой боли Бег вам от этой боли Экспериментируем просто на пропагу И пока не спели, по-моему, вам еще ни одной старой песни Будем держаться в том же духе Следующая песня называется «Диалог» В небе ночном струится млечный путь Там, поверь, звезда Мы будем счастливы когда-нибудь Да, знать бы лишь когда За годом, день за днем Мы в поисках иного Упрямы и правы Но что с тобой Скажи, ты веришь сам В оправданность исканий и надежд Я вижу, ты устал Да, я устал И так безлюден путь Так хочется уснуть Только однажды Оглянусь И станет ясно Что искал И что нашел Хоть что-нибудь Хоть что-нибудь Но постой, ты знаешь сам Как трудно оглянуться в никуда Мы были так беспечны Но когда Научимся беречь Останется ли Хоть что-то Хоть что-то От нынешних нас Хоть что-то От нынешних нас Хоть что-то От нынешних нас От нынешних нас От нынешних нас Продолжение следует... Редактор субтитров Снова песня Павла Аксёнова. Постепенно наш концерт движется к завершению, поэтому песня такая начинательная, потому что фестиваль мы только открываем сегодня. Песня называется «Когда мир начинался» от стихотворения Леонида Мартынова. Нет, Юрия Михайловича. Год прошел, ничего не поменялся. Да, извините. Когда мир начинался И не было леса в лесу И веселые травы Не качали росу на весу. И веселые парни Не тоскали девчонкам цветы. Когда мир начинался Он верил, что сбудешься ты Когда мир начинался А волки еще не пришли Когда спали пожары В горячих глубинах земли Когда не было в мире Ни бед, ни смертей, ни вранья Когда мир начинался Он знал, что на гряду Я Я сказал тебе здравствуй И лес закачался в лесу Я тебя от смертей, от вранья пожаров спасу И на целой земле только мы, только мы, только мы Я сказал тебе, здравствуй, вот так начинается мир Когда мир начинался, и не было леса в лесу Так, и закончили мы все это сегодняшнее действие Чем же мы это делаем? С кого же были к ты? Другой Я понимаю, лучше уж как бы еще Не хочу были печки, мы не в лесу Летычка самая А сегодня диалог Нет, не диалог, это что мне не верует Да? Хорошо? Да Сергей Швец, Александр Лобин Долгим, теплым и весенним вечером Чувствуешь себя в земном раю Звезды в окна смотрятся доверчиво Напевая песенку свою Спи, дружок, темно на улицах День был трудный, он ты за день устал Чтобы сновь достаточно зажмуриться И при этом посчитать до ста Пусть все огорчения забудутся И не будет користи и бед Все твои мечты, конечно, сбудутся Может быть, а может быть и нет Пусть горит огонь Неугасимый, и взорвется красками рассвет Любящим ты будешь и любимым Может быть, а может быть и нет Мысли В крохоте весеннего разлива Пробежит совсем немного лет Заживешь несказанно счастливо Может быть, а может быть и нет Мысли Как дождинки рассыпаются Наперед загадывать зачем Все когда-нибудь и чем-нибудь кончается Впрочем, может кончиться ничем Мучает проклятая бессонница Сон не идет, но что же дьявол с ним То, что было, может быть и вспомнится То, что будет дальше погляди Огромное вам спасибо сегодня за этот вечер Он был очень насыщенным Спасибо всем, 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 кто постарался Спасибо большое До встречи! Спасибо!